Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Украденный плюшевый медведь как подарок на 8 марта. В Гомеле рецидивист стащил из магазина большую мягкую игрушку, чтобы в праздник порадовать любимую женщину. Сюрприз удался, но только эффект противоположный. Неожиданным для возлюбленной оказался визит милиции. Похититель медведя засветился на записи нескольких камер видеонаблюдения. Заснять вора с большой плюшевой игрушкой удалось даже случайным прохожим. Проанализировав видео, милиционеры смогли вычислить предприимчивого Ромео. Неизвестный мужчина пришел в магазин после открытия. Долго беседовал с продавцом, а затем вышел. Неожиданно работник торгового заведения увидел в окно, как данный мужчина несет огромного плюшевого мишку. Игрушка стояла на крыльце в качестве рекламного образца. Женщина выбежала из помещения, пытаясь остановить грабителя. Однако тот потащил мишку подальше от магазина. По подозрению о совершении грабежа был задержан неработающий ранее неоднократно судимый гомельчанин 1983 года рождения. 11 фур и более сотни тонн яблок. Сотрудники таможни раскрыли незаконную схему по перевозке европейских фруктов из Беларуси в Россию. В страну-соседку товар пытались доставить несколько фирм-перевозчиков. Нарушения выявлены гомельскими, витебскими и могилевскими таможенниками. Последние остановили в своей области 9 грузовиков. По одному пришлось на наши витебские регионы. Задержанный в Ветковском районе автомобиль «Вольво» перевозил 20 тонн груза на сумму в 13 тысяч долларов. А общая стоимость незаконно перевозимых яблок составила более 60 тысяч белорусских рублей. Перевозчик осуществил хранение товара, а также последующую его транспортировку без наличия соответствующих товаров сопроводительных документов. Чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. По следующим экономическим судам Гомельской области перевозчик признан виновным и подвергнут штрафу в размере более 12 тысяч белорусских рублей. В Гомеле на улице Кожара грузовик наехал на пенсионерку. Для женщины ДТП оказалось смертельным. Машина двигалась задним ходом к магазину для выгрузки товара. На ее пути оказалась пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. ГАИ начинает большую разъяснительную работу. С 6 по 15 марта сотрудники госавтоинспекции по всей стране проводят профилактическую акцию «Берегите детей». В Гомельской области инспекторам предстоит посетить школы, детские сады и другие учреждения образования. С учащимися планируется провести разъяснительные беседы о правилах дорожного движения и практические занятия. Сегодня сотрудники ГАИ побывали в Гомельской школе номер 27 и рассказали детям, как правильно и безопасно перейти дорогу, как подобрать и носить фликер, а также чего нельзя делать на проезжей части. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.